В минувшее воскресенье, невзирая на январский мороз, на бульваре Какуй собрались активисты от оппозиции. Причина пикета – недовольство недавно принятым так называемым законом Димы Яковлева. Сегодняшняя акция посвящена в первую очередь так называемому противостоянию законов двух. Закону Магнитского, который был принят в Соединенных Штатах, которым было запрещено ряду лиц, замешанных и причастных к гибели Сергея Магнитского, был запрещен въезд в Соединенные Штаты и наложен ряд ограничений в проведении операций с финансами на территории Соединенных Штатов. И неадекватный ответ местных властей наших российских – это закон Димы Яковлева. Ивановские оппозиционеры уверены, дети не должны становиться предметом сведения счетов между двумя государствами. Ведь даже руководство страны не скрывает – закон – ответ на громкое дело Магнитского. Активисты уверены, ответить США можно было и по-другому. Это направлено на чиновничество. Собственно, и за многими из них есть действительно реальные, как бы и кровавые следы, и коррупционные составляющие. Я считаю это правильно – запрещать таким людям, потому что у них в основном у всех как, получается, у многих людей. То есть вся недвижимость, финансовые средства, они находятся где? Не в России, горячо им, ими любимые якобы, а именно за рубежом. И то есть я считаю, вот в данном случае им применение в отношении таких людей, таких законов правильное. На дело Магнитского со стороны власти должен быть ответ. То есть должны посадить всех людей, которые причастны к какого-то смерти, как минимум, или привлечь к ответственности. Попытаться вернуть все-таки похищенные деньги – 5,5 миллиардов, которые украли эти люди, которые его запытали в тюрьме до смерти. То есть вот это должен быть ответ. Но никак не взять в заложники детей-сирот. Подобные акции в воскресенье прошли и в других регионах страны. Правда, особого интереса у простых ивановцев мероприятие не вызвало. Но активистов это нисколько не смущает. Главное для них – высказать свою гражданскую позицию.